Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту. Ох, какая шикарная погода в Санкт-Петербурге. В общем, отдыхаю, наслаждаюсь жизнью, делаю мои видео. Сейчас я загружаю очередное видео на мой канал в YouTube. Бататина Салмановна Макту. Сейчас принц у тебя такой десят, можно сказать. Такие вот дела. Салмановна Макту. Салмановна Макту. Салмановна Макту. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Шикарный летний вечер Далее ночи Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Ну да, сейчас бы, знаете, с ветерком на личном хамере куда-нибудь, за город, в свой коттедж. Хотя, лучше куда-нибудь за границу там. На берег океана, ну или что-нибудь такое. На личном самолёт. На берег океана. На берег океана. На берег океана. На берег океана. На берег океан. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что? Азбука успеха Ада Я Я размножаю деньги, деньги любят меня, я всегда, и всегда приходят в нужном количестве и даже более Книжка Натальи Правдиной Азбука Ада Я, аффирмации Я наполняю свою жизнь любовью и изобилием, я процветаю Я наследница божественного изобилия Я божественно красива Божественно красива Живая сила здоровья, молодости и красоты наполняет меня Я окружаю себя любовью и заботой, я обретаю любовь и гармонию в своей душе Я люблю себя именно такой, какая я есть Я привлекаю любовь сейчас и всегда Божественная любовь всегда защищает и охраняет меня Я божественная воплощении любви и счастья Любовь всегда со мной Я излучаю любовь, внимание и доброжелательность к людям Этот мир мой Я принимаю все ценности и богатства этого мира прямо сейчас Я принимаю мир изобилия Я с радостью и любовью благодарю тебя и мир за этот прекрасный день Завтрашний день подарит мне еще больше счастья Благодарю небеса за радость жизни Я приношу радость людям Я привлекаю в свою жизнь достойного меня партнера Я создаю идеальную гармонию в своей душе И притягиваю в свою жизнь идеального партнера Я привлекаю успех Я живой символ процветания и успеха Я принимаю успех Все, к чему я прикасаюсь, приносит мне успех Я приветствую приход, счастливую удачу в свою жизнь Успех нашел меня Я открыта для счастья и успеха Любая цель мне по плечу Я легко и просто творю чудеса Я есм любовь Я есм мудрость Я есм счастье Я есм любовь, сила и счастье Я есм абсолютная сила и божественная сексуальная энергия С вами я, Татьяна Салмановна Мактух Сальсудин Творческая студия позитивного мышления и силы и позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактух Сальсудин Специалист в области позитивной психологии и личностного роста Я есм процветания Я есм солнца божественного изобилия Я принимаю любовь Любовь царит в моем настоящем и будущем Я наполняю свою жизнь любовью и изобилием Я процветаю Я реализую свое божественное право на здоровье Я олицетворение высшего здоровья и красоты Мое тело накапливает здоровье Я выбираю для себя могучее здоровье прямо сейчас Здоровье – моя сила Я утверждаю могучее здоровье Я распространяю красоту и свет Я наполняю свою жизнь радостью Деньги любят меня И все куда приходят в нужном количестве и даже более Я живу в гармонии и мире со всей Вселенной Я нахожусь в полной гармонии и миром с миром и людьми Я живу в абсолютной гармонии с миром Я божественное выражение творческих сил Вселенной Я знаю, как вместоmodanny Да удачи ближе Спасибо за деньги Бежим Деньги любят меня Я не люблю Я люблю Я люблю Я Picciano Я люблю Я работу Ты Ув ALL Яviv Чудесы большой Ну что, отнесу тарелочки. Такое, кухня в ресторан, сейчас я приду, сейчас я приду. Продолжение следует... 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 Так, хорошо, в общем, здесь какие-то кофермации, кофермации, здесь моя книжка была, куда я положила мою книжку, сейчас принесу, сейчас принесу мою книжку. Продолжение следует... Ну что, дорогие друзья, ногу на ногу не надо поставить, красивую, ногу на ногу не надо. В общем, моя книжка, я автор книги, «Тайная психология денег, скреты богатства и процветания». Я была Александрой Татьяной Юрьевной, много лет. В 2018 году я поменяла мое имя, Татьяна Салмановна Махтуг-Санховин. Так что вот... Да, думайте о прекрасном, концентрируйтесь на положительных моментах, говорите о хорошем, смотрите на красивое, совершайте добрые дела, и ваша жизнь преобразится. Вот оно. Ну что, кофермации. Сначала к научной молитве Джозефа Мерфи, из книги Джозефа Мерфи. Благодать, здоровье, вдохновение, мудрое знание, дружба, любовь и всяческое изобилие. Ныне меня омывает Божья благодать. Создатель неба и земли печется обо мне, охраняет меня, направляет меня, вдохновляет. Это духовная сила, мое благословение и моя благодать. Бог поспешит мне на всех путях моих. Я знаю, что Царство Небесное внутри меня, а это значит вечный разум, безграничная мудрость, абсолютная гармония, вечная любовь, всемогущество, все свойства и атрибуты Бога живут в глубинах моего подсознания. Пусть любовь Бога отразится на моем лице. Это как бы отдельно. Написано это мне отдельно, просто выписано. В моем сознании источник вдохновения, изобилия и гармонии. Я богата богатством Бога. Богатство свобода, богатство сила, богатство время. Я богата, я богата, я богата. Жизнь праздника света и любви. Я в океане бессмертия, я в пространстве блаженства, я в свете изобилия. Моя цель изобилия, путь мой успех, воля моя, воля Божия. Красота настраивает на волну радости и любви. А, это другое. Моя радость получать, моя радость отдавать. Бог с тобой, бог со мной. Бог богат, я богата. Успех настоящим, успех грядущим, успех неба надо мной. Успех ведет меня к успеху. Изобилие – сила Божия. Изобилие – сила космоса. Изобилие – моя жизнь. Сон приносит мне познание. Сон дарует процветание. Ты луч Божий. Будь богат. Я душу воздухом изобилия. Я купаюсь в водах богатства. Я наполняюсь солнцем счастья. Я купаюсь в водах богатства. Любовь дарует мне успех. Я чудо вселенной. Я достояние мира. Я дар Божий. В моих глазах свет. В моем сознании изобилие. Моя жизнь – праздник. Сердце – мою любовь. Я придыхаю деньги. Я утверждаю счастье. Я умножаю любовь. Мое желание исполнено. Силой оно наполнено. Сила Богом дана. Благодарю тебя, изобилие. Благодарю тебя, сила. Благодарю тебя, удача. Я все могу. Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Так. Так. Два четыресты. Я есть не свет. Христос во мне. Горит всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай. Ум мой навеки освобождай. Божий, податель насущного хлеба. Ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии твоем небесном стал мурантом разумом света. Я есть не свет. Христос во мне. Горит всегда в твоем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай. Ум мой навеки освобождай. Божий, податель насущного хлеба. Ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии твоем небесном стал мурантом разумом света. Я есть свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай, Божий податель насущного хлеба. Ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии в своем небесном стал разумом, разумом света. Это веление вознесенных владык из книги Марка Лизабет Профит. Вот такие вот дела. Я есть в присутствии, облагое света, столбом опечатаем меня светом, что вызван именем Божьим из внесенных владык огня. Пусть мой храм им всегда хранит от разлада, что послал мне желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы вызывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есть в присутствии, облагое света, столбом опечатаем меня светом, что вызван именем Божьим из внесенных владык огня. Пусть мой храм им всегда хранит от разлады, что послал мне желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы вызывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есть в присутствии, облагое света, столбом опечатаем меня светом, что вызван именем Божьим из внесенных владык огня. Пусть мой храм им всегда хранит от разлада, что послал мне желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы вызывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Кстати, это в своей книге Наталья Правдина советует книгу Марка Элизабет Профит. Это как сделать свою волшебную палочку, чтобы стать творцом своей жизни. Так что вот. А Марка Элизабет Профит в этой книге советует читать веление, принесенную молодыку. Вот такие вот дела. Прошу не забывать, это веление Сен-Жермена, и Наталья Боисовна Правдина сказала, что ее жизнь изменилась просто сказочно, когда в Америке ей, женщина посоветовала книжку Сен-Жермена. Наталья Правдина в одном из своих, так скажем, этих повествований, в общем, рассказов сказала, что она свой такой вообще взлет связывает с внесенным мастером Сен-Жермена. Кстати, отрывки из книги я читала, смотрите, в моем, на и творческой студии «Постивное мышление. Силы позитивной мысли». Вот, вот такие вот дела. У меня есть книга «Алхимия изобилия». Вот такие вот дела. Наполните свою душу радостью и благодарностью, и получайте любовь и свет, и вы засияете истинной красотой души, которая отразится и на вашем внешней жизни. Я открываю божественную красоту в себе. Я благословляю каждую клеточку своего тела. Мое пространство красоты расширяется каждый день. Так что, вот, я думаю, там видео уже у меня, там, загружаю. Мое, там, двухчасовое, примерно, там, 2 часа. Я досматриваю это видео, я его загружаю. Вот, туда на мой канал YouTube. Сейчас мне нужно пойти посмотреть. Видео сейчас я загружу на мою страницу ВКонтакте и Фейсбук. Это Тензалма, на чрезвычайном сайте, на чрезвычайном сайте. Это моя страница ВКонтакте. Ну, в принципе, я могла бы, конечно, и ноутбук, в общем, в принципе, взять съемку. Ну, не знаю, стоит ли я сейчас быстренько там запрендила, в общем, вот это. А то, в общем, как-то так, с ноутбуком, так я быстренько, быстренько. И вот это вот. Или прочитать еще, знаете, вот это вот о благодарности, вот это. О благодарности, о счастье. В общем, вот отрывки из моей книги я вообще-то могла прочитать. Отрывки еще. О любви, о благодарности. О любви, о любви, о любви, о любви. Дорогие, как говорится, что страниц много, где это феерическая, короче. Феерическая, это голова, здесь цвет немножко маловато. Немножко цвет, конечно, поставить, быстренькое. Здесь цвет, там-то больше цвета, здесь меньше цвета. В общем, ладно, наверно, потом послуху. Продолжение следует... 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 комфортно чувство ложиться ноги комфортно для съемки это нормально нужно как-то красиво это не очень красиво такая села читать информация но на канаду не это прям то что я очень я же очень много видео если засняла сколько там больше четырех часов видео 4 часа уже 5 часов я сегодня засняла 5 часов видео потому что я же не могу как-то вот это мне нужно такой комфорт ну вы поняли да такой супер комфорт чтобы я такая вот это потому что честно говоря сидеть вообще на этом на троне он конечно блин как тут вот не совсем почти почти как на пляже мне так не пойдет так не пойдет в общем как-то нужно немножко по-другому в общем ладно как-то вот так как-то вот так сейчас я переодеть вот я же хотела то платье сразу поставку душ приняла хотела платье в общем что они нуждают платье сапожки в общем сейчас сейчас я переоденусь сейчас я приду жди меня я приду но и а Продолжение следует... 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 Зачем мне всякую фигню-то писать? Или я вас неправильно поняла? Моя жизнь – сказочный, щедрый и потрясающий подарок Бога. Бог создал меня для счастья, процветания и изобилия. Бог всегда со мной. Бог всегда помогает мне. Богатство. Я богата, я богата, я богата. Я создаю самое великолепное представление о себе, своем счастье и богатстве. Я настраиваю свое сознание на психологию богатства. Я благословляю свои счета с любовью и оплачиваю их с радостью. Ну вы же видели, я уже еще показала вам в прошлом году про поводу замка. Еще в книжке там такая голова будет по поводу замка. Замок, понимаете? Там такое помещение, помещение, в общем, на замок, на двери. Снимаешь замок. А там такие жители, скажем, что там, знаете, такие жители, скажем, что они считают, что это какое-то отдельное, непонятно, что это отдельное. Если ты снимаешь замок, с одной стороны снимаешь замок, так эти с той стороны беспокоятся. Как с той стороны, а у нас с двух частей замок стоит за этот, такой вот замок дверной. Если снимаешь с одной стороны, то эти беспокоятся, которые с этой стороны. А если снимаешь и с той, беспокоятся и те. Это просто офигительная ситуация, так что, это просто нонсенс. Ну вы же знаете, правда? И они такие, поставьте замок обратно, вот это обратно. Просто тот, кто это держит, понимаете, вот этот замок, вот она держится на энергетике. Так что вот, когда эта энергетика сбрасывается, они совершенно вот это. Ну что, показываю, правда? Смешно, правда? Я благословляю свои счета с любовью и оплачиваю их с радостью. Я принимаю все ценности и богатства этого мира прямо сейчас. Благодарю тебя богатством. Потому что это не эстафорично, как там, это нужно какие-то такие, знаете, вот эти метафоры. Нет, знаете, такие, вот как это называется, писать какие-то притчи, там еще что-то. Потому что и там, и там это голимые преступники. Так что вот, на этой энергетике держался вот это. Но когда это скидывается, эти преступники просто очень сильно боятся, понимаете? Ничего, остается там, пить или валерьянку, еще покрепче или вообще вот это. Потому что иначе как-то вот это. Удивительно, правда? Я уже говорю. Так это сказки для взрослых, понимаете? Сказки для взрослых, взрослых такой, сказать, что это фильм чародея. Нельзя сказать, что это фильм чародея. А самое интересное, рушится не только вот это, а рушится все, короче. И семья, и все-все, что было, все рушится. И отношения, и вот это все ухо рушится. А вы говорите еще сказок, в реальности не бывает. Входите, продам вам замок. А представляете, сколько замок этот может стоить? Входите, вам продам замок. Я взращиваю внутреннее изобилие в своем сознании, притягиваю в жизни, смертные богатства. Понимаете? Это вот эти притчи, притчи, как пишут. Я салмана тренируюсь, знаете. Хочу я быть... Кстати, самолеты как-то... Или теперь в эту сторону. Или это вертолет там летит. Так что вот смотрите. Хочу, знаете, вот это одна за всех. Юморикон, немножко юмора. Вот. А помимо того, что актрисы, певицы, ну еще книжки, в общем, как-то вот это. Ну вот. Так что вот и какие-то вот эти притчи. Дело в том, что, понимаете, вот как эта притча, она как-то вот ее так, ну, информирует. Потому что честному человеку, который о тебе рассказывает, понимаете, честному человеку бояться нечего. Вот в чем вопрос. А держится на энергетике, вот честно, он стоит с этим замком, он понять не может. А они такие говорят, вот это обратно, обратно туда, вот это обратно. А дверь какая? Дверь такая, знаете, вот эти вот, короче, дверь такая. Знаете, я вам показывал, там какая-то песня, то вот эти какие-то там, но не эти какие-то другие, которые там где-то воюющие, знаете, вот эти, которые там бегают этим оружием. А дверь какая? Волшебная тоже вот эта. Но это бы она отдельно от замка, ну что ли? Я же не поняла. Вот люди уже закрывают окна немножко, люди уже готовятся ко сну, прикрывают окна. Хотя не все, знаете, многие наоборот там открыли. А дверь какая? Тоже волшебная. Вот эти, которые там воюющие, там я вам показывала. Ставишь дверь, и вот эти вот воюющие, короче, такие, в общем, вот там. Как это сказать? Говоришь им, короче, вот там, короче, надо улезть на там, что написано там, неприличное, а нужно замазать. Потом идешь, смотришь, все замазано, короче, все уже сделано. Так что вот. В общем, я безгранично богата. Я значаю энергию богатства, радости и любви. Я выбираю счастливую, богатую жизнь. Богатство – моя сила. Я богата. Дело в том, что это, как вы понимаете, она вот эта энергетика, это вообще долгий такая история, долгий разговор. Она как бы никуда не девается. В общем, как-то вот, ну, в общем, можно как-то, я там, вот что вчера стала говорить, там, вот послать, как бы, вот пожелания, знаете, вот это вот помолиться между всем в мире. Хотя вот Наталья Правкина говорит, что карму, карму можно улучшить путем благодарности, чтения молитвов, манцар и еще чего-то. А, добрых дел, добрых дел, благотворительности, в общем-то так. Я выбираю психологию богатства. Я принимаю богатство. Я воплощение богатства и успеха. Силой своей веры и любви, силой своего намерения я притягиваю в жизнь богатство, процветание и счастье. Сейчас я закладываю в фундамент своего будущего баснословного богатства и нерешимого процветания. А, самое главное, вот в этой притче, дальше это в этой притче, то я просто, знаете, вот думаю, как там вот это вот написать. Просто нужно, конечно, книжку там вот это дополнять, писать. В общем, что нужно думать по поводу книги, как все это интересно. В общем, как-то вот это. А, вот, тут продолжение этой притчи, так и вот эти вот. Короче, короче, коалиные преступники, они хотят вам, короче, съездить по ушам, что они хорошие. Вот. Вот как это звучит. Вот что самое интересное. Я наслаждаюсь жизнью, я восхищаюсь миром, я радуюсь богатству. Я излучаю богатство и процветание. Я создана для богатства, все, что я делаю, ведет меня к богатству и процветанию. Я распространяю вокруг себя энергию богатства, я программирую себя на богатство. Мой мир наполнен всеми возможными благами и богатствами Вселенной. Я очищаю свое сознание от психологии бедности, я богата и счастлива. Я утверждаю свое право на богатство, процветание и изобилие во всех его проявлениях. Я выбираю для себя новое, позитивное, целостное мироощущение, я принимаю богатство. Я сознательно и твердо выбираю для себя богатство. Я получаю богатство от высших сил. Я неотразимо привлекательна для богатства. Я позволяю себе принять богатство. Я выбираю богатство, изобилие и уверенность в своих силах. Ну что, сейчас еще чуть-чуть туда. Уже времени много, наверное, уже скоро нужно будет выключать съемочку. Сейчас я сюда поставлю немножко туда, еще видеокамеру. Видеокамера сюда. Ну что там? Ох, здесь такая прохлада. Ох, неудаческая. Знаете, здесь нужно еще немножко погулять. В общем, так это погулять, потому что такая прохлада хорошая. Ох, хорошо. Ох, это ближе. Знаете, как-то я там далеко села. А здесь так вообще на балконе. Я еще буду себе такой готовить. Пусть не ужин, как в Парижах. Ох, в моем Магрант. Как там Магрант. Ресторан Ла Кафе Де Пьюти. Ох, да. Вот здесь, знаете, вот здесь как будто бы, знаете, как с кондиционером. Вот села здесь, как с кондиционером. А так, ну, просто невозможно. Вот жара. Проверьте, вот так вот помещение какое-то у меня. Сейчас, конечно, температура снижается. К вечеру все-таки. Вот в Санкт-Петербурге. Нет, шикарная, конечно, шикарная погода. Но для таких случаев вообще, как сказать, хорошо иметь кондиционер. Хорошо иметь кондиционер, чтобы совершенно в нормальном спитое. Вон, сейчас пока прохладывает какой ветерок. Прохладывает ветерок. Вижу хорошо. Так, получается, на улице ветерок на улице намного прохладнее, чем, конечно, вот дома. Нагрелась. Дома нагрелась. Помещение. Блок нагрелся. Блок нагрелась. Блок нагрелась. Блок нагрелась. Блок нагрелась. Сама жизнь реализует мои мечты. Все мои желания исполняются, мечты сбываются, потребности удовлетворяются. Мои возможности безграничны. Я воплощаю свои мечты. Я заслуживаю всего самого лучшего в этом мире и с восторгом принимаю это. Новые позитивные мысли творят мой новый и собильный мир. Этот мир мой. Я приношу радость людям. Благодарю небеса за радость жизни. Общение с деньгами приносит мне радость. Моя внутренняя сила и уверенность в себе крепна день ото дня. Уверенность. Я излучаю уверенность и силу. Моя сила и уверенность в себе постоянно растут. Я абсолютно уверена в собственной привлекательности. Я все могу. Я уверена в своих возможностях. Я уверена в своей силе. Я уверена в своей силе. Ну давайте, знаете, как-то вот какая-то такая притча. Ну, в общем, что. Там как-то мне нужно такое, какой-то такой сюжет. В общем, что там такое. Потому что я там уже написала, знаете, вот это вот о любви, о такой большой любви. А это вот этот антипод. Вы понимаете? Да, это, как говорится, и не, даже не хочу говорить, и не я. Это оппозит. Понимаете? Как есть позитивное мышление, так и есть негативное мышление. Понимаете? И как вот в этих сказках, знаете, вот эти положительные герои, и там какие-то разбойники, Баба Яга, Кощей Бессмертный, вообще какая-то там вот эта вот. То есть это как бы такое на современный лад. Какой-то вот этот вот. Если здесь идет о вот этом таком возвышенном вообще любви и так далее, это является таким вот этим анти, анти, короче. Вот это вот. Это нужно понимать. Даже не хочется об этом. Не хочется. О чем-нибудь по такому. А, что, я вам обещала показать, кому интересно, я же обещала вам показать, потому что, возможно, вам тоже прислали. Вы, наверное, тоже, может быть, кто-то удивился. Понимаете? Может быть, у кого-то был там счет за электроэнергию. Понимаете? У меня вот тут счет за квартиру за электроэнергию 14 тысяч рублей. Вот. Я вообще там, сколько там, по 600 рублей в месяц по среднему плачу. Ну, вот у меня вот счет на 14 рублей. И вдруг он увеличился и стал 30 тысяч. За электроэнергию. Буквально за один месяц. Я им написала письмо. Они мне когда? 21 числа ответили. Вот. Просто, может быть, кому-то это интересует. Я вам покажу. То есть, они там включили еще 600 рублей. В общем, я даже не понимаю. Они включили такую же сумму за все эти месяцы. Почему они это умножили на два? То есть, за все неуплаченные мною месяцы они включили капитальный ремонт дома по 600 рублей в месяц? Ну, вообще, они это очень обосновали. Я, честно говоря, так быстренько пробежалась. Поскольку по вот этому письму написали мне официальное письмо из Петра Электросбытого. Вот. И все там какие-то, вот, на что-то они официально сослались. Возможно, и вы получили какой-то такой совершенно фантастический счет за эту электроэнергию. Вам это интересно. Какие-то такие технические, очень такие, знаете, ну, может быть, знаете, кому-то это очень важный момент. Так как в два раза, если увеличилось сразу, так это коп, в два раза это электричество платить в два раза больше. Вот. И какой вообще капремонт может быть по счету за электричество, понимаете, счет за электричество, за мою вот эту квартиру, я, собственно. Как можно включить в этот, в эту платежку счет за коммунальное, так скажем, вот этот общественный, как там, ремонт жилого дома. Я так понимаю, что вот ремонт, вот мужчина. Я вот там, смотрите, мое видео заделывала вот эти меша, эти шмы, вот эти гипра, чего-то там. Первая парадная, я тут недавно шла, первая парадная, они тоже какие-то лампочки, я видела очень много лампочек там, тоже какой-то рабочий работал в первой парадной. И там вот эта лестница, которая подходит к этому, прямо к парадной, там часть боковины была снята, наверное, тоже какой-то там ремонт шел, первый парадный, я видела огромное количество этих лампочек, может быть, где-то эти лампочки они меняли, может быть, в подвале, там подвал, по-моему, был открыт, так что такое. Вот такие вот дела. Все официально, я им официально пишу, они официально ответили, сослались на какие-то там эти, так скажем, официальные, официальные источники, почему, вот, они включили, ну, это, конечно, разбираться надо, мало что они там написали, но, по крайней мере, они не так написали. У меня вот к моей квартире, к моему счетчику, к моему счетчику, я живу 30 лет, 25 лет постоянно в этой квартире. Освещение у нас, несколько ламп в коридоре общественном, было подключено к моему счетчику, к моему рубильнику. Если у нас эта квартира, ну, я здесь живу, здесь прописано, сразу была квартира на меня оформлена, 30 лет я здесь живу. Я уже спохватилась, когда купила в Петергофе, в Петергофе, когда купила Эйлинг, и отсюда я там больше года не жила, вот, в этой квартире. Я переехала в Эйлинг, ну, там, в съемную сначала квартиру, там, шикарную, на Черной Речке, двухэтажную, двухэтажную. Потом Эйлинг я купила. И электрик мне там местный объяснил, что если вы там уезжаете, на какое-то время нужно отключать. Он говорит, нужно рубильником отключать электричество, потому что у вас, говорит, и вот эти кондиционеры, и все, там, проводка идет прямо под обойми, там, еще что-то. Стал мне объяснять, для вашей же безопасности и так далее, чтобы вы знали, что все нормально. Если вы уезжаете, выключаете автомат и выключаете вот этот рубильник на ваш Эйлинг, электричество. Потом я же стала выключать, я такая, у меня там напрямую было. Он говорит, а у вас вообще напрямую идет? Эту историю я уже рассказывала, не просто напрямую, а прямо к четырем, вот это, и к соседу, и к этому, и к Карену. Когда я схватил, потом думаю, хорошо, я сразу высылала этого электрика из этого службы, но он 07, вот. А местный электрик сказал, что чтобы это отключить, нужно четыре, чтобы отключить электричество в моем Эйлинге, нужно во всех четырех Эйлингах ближайших отключить электричество. Это нормально? То есть у меня оно, вы следите за моей мыслью, у меня отключить нельзя было. Оно было напрямую подключено. Куда-то. И мотало на мой счетчик. У меня все официально по бумагам, а он такой приходит и говорит, а чтобы вам поменять, поставить вот этот рубильник, и вот, чтобы у вас отключалось на ваш Эйлинг, вы сходите к Карену, предупредите его, что сейчас отключат электричество к соседу Геннадию Санычу. Вот это у Карена там, и с Леной 2 Эйлинга, а вот Геннадий Саныч в 25-м. Я говорю, сейчас, я говорю. Там еще бумагу, там вот это. Я думаю, совсем вообще вот это вот обнаглели. Мало того, что я хотела там качель поставить, они говорят, а там, знаете, сосед напротив мне такой, вы сначала вот со мной согласуйте, какую вы качель хотите поставить. Я вам тогда и сказала, знаете, там вот это вот, 9-го, 9-го мая, он там вот это вот проходил, я вам уже сказала, он там мне что-то сказал, я, знаешь, говорю, как вы там, Димитрий, носки вам, вот это вот, не погладить еще вообще. Поэтому, когда этот электрок, типа тот счетчик, который вот это гущат. Он говорит, да, он говорит, там предъявите тот счетчик, а я счетчик тут уже взяла. Он говорит, где счетчик? Мало того, что мои 3 миллиона рублей, понимаете, 3 миллиона рублей у меня, знаете, сперли. Написала, понимаете, заявление, ты так и не нашли, понимаете, вот так вот напишешь, 3 миллиона рублей, представляете, сперли. Вот это вот, там ни ответа, ни привета. Теперь я надеюсь, что эти деньги материализуются. С процентами. Короче, кто спер у меня, 3 миллиона рублей, имейте в виду, буду материализовать деньги по Санжермену, с процентами. Там осаждение, материализация. Буду читать книжку и буду материализовывать мои деньги. 3 миллиона обратно, те, которые вы сперли, еще с моральной компенсацией, короче. Так что, если вы там не обнаружите, короче, вот это, считайте, что это мои деньги, плюс компенсация. Я не знаю, сколько там компенсация, но я буду материализовывать, чтобы они сразу появились по этому, знаете, вот это вот осаждение, вот это по Санжермену. Деванчик, а то даже в диванчике умудрились вообще спереть вообще на самом деле. Умудрились, короче, спереть деньги даже в сейфовые ячейки, бронированные, даже такая в два раза сейфовая, понимаете? Там не просто была сейфовая, а еще в сейфе такая ячейка. Вообще вот это вот. Так он мне и говорит, это чтобы вот этот рубильник поставить, а что же вы сразу когда покупали у Андрея, вот это вот, не поинтересовались? Я думаю, ну да, это сейчас, знаете, вот всем интересоваться надо. А потом еще спрашивают, а что вы столько вот этих вопросов вот этого вот задаете, там вот это вот. Всем нужны, откуда я знала? Чем нужно там интересоваться? Это сейчас, знаете, после вот ремонта, знаете, здесь вот в квартире делаю ремонт, там, половине дома и участка, там, знаете, у меня ремонт сделан практически, там, в эвинге. Теперь я уж как-то подкована чуть-чуть в ремонтах. Так что вот. Напрямую подключили, а потом говорят, вы платите, понимаете, вот это вот. Это вообще просто вот этот нонсен. И здесь тоже. Хорошо, там. Вот он мне говорит. Хорошо, могут просто рубильник подключить. А вот вы вот их предупредите. Я говорю, вот сейчас. Сейчас я их буду предупреждать. Мне больше вот делать нечего. Как их предупреждать? Я говорю, сами сходите и их предупредите. Ну, да. Ну, там, ладно, установили, там, вот этот, там, быстро. Ну, вот, ну, здесь, здесь лампочка. Здесь общественная лампочка, которая вот горит над вот этой вот, этой вот, общественной в коридоре, была приключена к моему щитку и к моему рубильнику 30 лет. А они мне такие говорят, заплатите, понимаете, вот это за электричество. Два раза, два раза я официально отключала от этой, понимаете, вот этой электрики, которые приходили, они все удивлялись. Чтобы поменять, понимаете, чтобы там вот включить, поменять, все отключалось, и свет отключался. Они говорят, а что это свет отключается? А потому что отрубильник отключаешь, отключаешь мою квартиру рубильником от свет, и отключается электричество в коридоре. Вообще обнаглели. Я один раз делала нормально, электрика вызвана. Потом такая через полгода спохватилась, приезжаю, опять, блин, кто-то это подключил. А в прошлом году они вообще вот это вот на замок вообще закрыли, а эти вообще залили, короче, у меня квартиру. Уже, знаете, какой-то там раз мне заливали, высший этажок. Вот это вот. Также есть вообще помимо, конечно, вот это ангелы, там вот это, конечно, аффирмация, это все великолепно. Понимаете? Ну, здесь нужна, понимаете, серьезность, понимаете, деловой подход, серьезность, и, в общем, такая ответственность. Нельзя как-то вот это вот, вы поняли, да? Потому что те, которые вы дали, они будут объяснять, что так и должно быть, а вот это, а вы нас вот это, а мы ничего не знаем, и по списку. Поэтому нужно знать, понимаете, свои права. И чтобы порядок был. А для этого нужно иметь, знаете, знаете, это коммуникейшн, правильно коммуницировать, понимаете, отстаивать свои права и так далее. А это все, понимаете, затратно, энергозатратно, на это нужно время, силы, не знаю, там, писанина или там что-то, что на это надо. Ну, что вы понимаете, да? Вы же видели мое видео с электриком. Он думал, что я знаю, здесь к нему там, это на первый этаж, что-то меня, и вот эти клубки ящиков они там, я даже не поняла. Понимаете, будут там, неизвестно, кто вообще это был, будут там. Он, наверное, подумал, что я к нему флиртовать пришла, что мне больше делать нечего вот этого. Он со мной так разговаривал. Видите, я там засняла его на видео. Так что вот. Так что здесь, конечно, серьезность. Понимаете, помимо, конечно, это все, конечно, великолепно. Позитивная, как бы, аффирмация, там, вот это все, конечно, вот это. Даже Наталья Правдина говорит, что на самом деле, вот, там что-то такое кидает. Ну, что оно такое кидает? Там сверху что-то кидает. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Смотрите. 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 Ну, что, показываю себя крупным планом. Видите, там кто-то с верхнего, там выше этажа, кормит кошечек, кидают им что-то такое. Вот. Смотрите. 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 Там кто-то мячик уронил. Чей мячик? Рыжего цвета. Там кто-то мячик уронил. Там или нет. Ты бьешь? Тебе крутится кидает. Смотрите. Продолжение следует... Ну что, пойдемте, моя... Свет включу, потому что видео уже загрузило, здесь у меня, смотрите, открыла я проветрить, тут Настя, здесь у меня открыто, ну да, здесь у меня открыто. Свет у меня выключен, сейчас я подключу свет, подключу свет, принесу зарядочку, зарядное устройство, буду готовить себе такой ужин. Ой, а что, она отключилась, у меня интернет отключился. Интернет немножко отключился, придется подключать, подключился интернет, ну прошу. Сейчас я принесу... Так... Окей... 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 Но вот такая ротическая заяночка. Практически. Сейчас поставлю вариться. Поставлю воду. Буду вариться. Макарошки или рис, соевое мясо. Сейчас соевое мясо. Так. Сейчас поставлю водичку, буду варить. Да. Макарошки. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...